Hi, it's Natalie. Как вы могли заметить, на моем канале давно не было видео. К сожалению, не было такой возможности, было очень много работы, и мы переехали в наш новый офис. Но теперь я собираюсь начать заниматься каналом гораздо более активно, потому что многие из вас пишут и просят снимать новые видео по ЕГЭ. Мне очень приятны ваши отзывы, то что вы оставляете свои комментарии, ставите лайки, подписывайтесь на мой канал. Это меня очень мотивирует, продолжайте им заниматься и не оставлять вас одних лицом к лицу с экзаменом. Я знаю, что до ЕГЭ в этом году остался всего лишь месяц, но пару видео до экзамена я постараюсь выложить. Также для тех, кто сдает ЕГЭ в этом году, я предлагаю индивидуальные занятия по скайпу. Это может быть один урок, чтобы проработать говорение или грамматику или больше, в зависимости от ваших пожеланий. Всю информацию вы можете найти на моем сайте, вы можете писать мне на мой email, чтобы записаться, я вам обязательно отвечу или просто звоните на наш рабочий телефон. Итак, сегодня мы разберем задание по говорению номер 4, где вам нужно сравнить две фотографии. Я уже делала видео по этому заданию, где предложила вам единый образец для сравнения фотографий, на которых изображены люди. Советую вам посмотреть это видео, если вы его еще не видели. Там это задание детально разобрано. А сегодня мы поговорим, что же делать, если на картинках изображены не люди, а животные. Здесь сложность заключается в том, что, чтобы говорить о животных, надо знать специальные слова, которые относятся к животным. Например, не всегда будет правильно употреблять такие глаголы, как walk, гулять или run, бегать, когда мы говорим о животных, или такие существительные, как house, дом или group, группа. В русском языке то же самое. Например, коровы не гуляют, а пасутся. Лошади спасаются от дождя не в доме, а на конюшне. Поэтому фокус этого видео будет именно на вокабуляре. Сперва вспомним формат этого задания. В четвертом задании вам дадут две фотографии, которые надо сравнить. У вас будет полторы минуты на подготовку, и затем вы должны будете говорить в течение двух минут и сказать 12-15 фраз. Вы должны следовать плану, который состоит из пяти пунктов, и вот как он выглядит. В первом пункте плана вы даете краткое описание фотографии. Вы говорите о месте и о действии. Во втором пункте плана вы говорите, что общего между этими фотографиями. В третьем пункте плана вы говорите, какие отличия есть между этими фотографиями. В четвертом пункте вы говорите, что бы вы предпочли. Этот пункт меняется в зависимости от фотографии. Например, если на фотографиях изображены люди, играющие на разных музыкальных инструментах, вас просят, на каком бы музыкальном инструменте вы бы предпочли уметь играть. Если на картинках изображены животные, вас могут спросить, например, какое бы из этих животных вы больше бы хотели увидеть, или какое из этих животных вы бы хотели иметь на своей ферме, и так далее. И в пятом пункте вы объясняете, почему вы предпочитаете это, а не другое. Начать обязательно нужно со вступительной фразы Let me tell you about these two pictures. Далее вы говорите In the first picture we can see an animal or animals и подставляете название животных, которые на вашей картинке In the place – подставляете место, в котором ваши животные находятся Doing something – подставляем, что они делают. И то же самое Я уверена, вы знаете название многих животных, поэтому мы не будем на этом останавливаться. Давайте поговорим о группах животных. Что делать, если на вашей картинке изображены Группы животных, например, стадо, стая, рой. Вы, конечно, можете сказать A group of cows, a group of lions, но это не всегда будет правильно и покажет лимитированность вашего словарного запаса Итак, говорим о, скажем так, самых популярных группах животных. Эти животные живут в стаях Группа этих животных называется a herd В русском языке dogs and wolves тоже живут в стаях, но по-английски это будет другое слово A pack of dogs, a pack of wolves В русском языке птицы, группа птиц – это тоже стая, но по-английски это будет a flock of birds Для fish, whales, киты, dolphins используйте a school In this picture, I can say a school of dolphins Для львов, так же, как и в русском языке, используйте pride A pride of lions Для муравьёв, ants, используйте a colony И для насекомых, flies, bees, butterflies, moths Используйте a swarm Рой мотыльков A swarm of moths Так же на картинках могут быть изображены детёныши животных Что же нам делать? Конечно, если вы не знаете название конкретного детёныша, вы всегда можете сказать A baby whale, или a baby elephant, или a young whale Но давайте посмотрим на название конкретных детёнышей Например, a dog Щеночек будет a puppy A cat Котёнок будет a kitten A lion, a tiger, a wolf, a bear Медвежонок, львёнок Говорите a cup Итак, пойдём дальше Какие глаголы мы используем для того, чтобы говорить о действиях, которые совершают животные Например, клюют, пасутся и так далее Поговорим о самых основных глаголах Например, to graze Пастись или щипать траву Например, вы можете сказать In this picture we can see Cows, sheep, horses Или a herd of cows Grazing in the field Мы не всегда можем использовать глагол walk в применении к животным Лучше использовать To roam Бродить Часто используется как словосочетание To roam freely Например, in this picture Cows, frogs, rabbits Они Hope Gorillas and monkeys To swing on vines Качаться на лианах Chickens and birds To peck at seeds Клевать зёрна Pigs To roll in the mud Кататься в грязи Horses To gallop Скакать И последнее Места обитания животных Animal habitats Сначала мы говорим Об естественных следах обитания Животные могут находиться In the forest In the jungle In the ocean In the mountains In the field In the meadow In the grasslands Теперь Искусственные следы обитания Созданные человеком На картинках животные могут быть изображены On a farm In a zoo In a natural park Или In a nature reserve Также Chicken Live in coops В курятниках Bees Live in beehives Ants Live in anthills Birds Live in nests Foxes Beers Lions Live in dance Horses Live In a stable And cows And sheep Live in a shed Теперь Когда мы знаем Все необходимые слова Давайте построим Первый параграф Для этих двух картинок Итак Мы можем сказать In the first picture We can see horses Или A herd of horses Grazing in the field Животное Действие Место И для второй картинки And In the first picture We can see Chicks Picking At the seeds Теперь подготовим Первый параграф Для этих двух картинок Здесь Мы можем сказать In the first picture We can see A pride of lions Roaming In the grasslands And In the second picture We can see A school of dolphins Swimming In the ocean Во втором пункте Мы говорим Что общего Между этими фотографиями Начинаем Начинаем С фразы These pictures Have a lot of women И дальше Выбираем Предпочтительно Два пункта Из этих четырех Первый пункт Начинаем Со слова Firstly Во-первых И второй Secondly Итак На наших фотографиях Животные могут быть одинаковые Говорим Both pictures show Lions Cows Bears И так далее Место может быть одинаковое Animals In both pictures Are in a zoo On a farm In the grasslands Или места могут быть разные Львы в саванне А дельфины в океане Но для и тех и тех животных Это их естественные следы обитания Поэтому вы можете сказать Dolphins and lions Are shown in their natural habitats Или In the wild В дикой природе Или These animals Are kept in captivity Содержатся в неволе Например Лев в зоопарке Или лошадь на ферме Дальше Возраст может быть разный Говорим In both pictures We see mature Или We see young animals И действие может быть разным Animals in both photographs Are roaming freely Или Relaxing Или Eating В третьем пункте Говорим об отличиях Начинаем с фразы These pictures are also different in many ways И затем выбираем два из тех же пунктов Разные животные Разные места Разный возраст Разные действия И используем такую фразу В четвертом и пятом пунктах вы должны сказать, что вы предпочитаете И объяснить, почему Вопросы могут быть, например, такие Which animal you'd prefer to keep on your farm Или Which animal you'd prefer to keep as a pet Или Which animal you'd prefer to see on a safari И объясните, почему Why Отвечаем так I think I'd probably prefer to have a dog as a pet Или To see giraffes on a safari И так далее Because It's Если вы говорите об одном животном, как здесь A dog Или They are Если говорить о многих, как здесь Giraffes One или once Один или много И заканчиваем фразой That's all I've got to say Thank you for listening А теперь давайте потренируемся Самостоятельно сравните эти две фотографии Нажмите на паузу, подумайте, а потом смотрите мой вариант Let me tell you about these two pictures In the first picture We can see a school of whales swimming in the ocean And in the second picture We can see a herd of giraffes roaming in the grasslands These pictures have a lot in common Firstly, both pictures show animals in their natural habitats And secondly, in both pictures we see mature animals These pictures are also different in many ways The most obvious difference is that the first picture shows sea animals Whereas in the second picture we can see african animals Also, these animals are doing different things The whales are swimming while the giraffes are roaming freely Маленькое отступление Четвертый параграф будет зависеть от вопроса Давайте возьмем такой Which animal you would prefer to see in the wild? Explain why Итак, продолжим I think I would probably prefer to see giraffes Because they are ones of the most gracious animals in the world That's all I've got to say Thank you for listening Я надеюсь, это видео вам помогло Ставьте лайки, если да Удачи на экзаменах See you soon Bye-bye 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 Cthule ös